Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. В нашей сегодняшней программе я хочу поговорить с вами об аллергии и её лечении. Существует огромное количество разновидностей аллергии, начиная от банальной аллергической сыпи и, например, полиноза, аллергии на пыльцу растений, и заканчивая тяжёлыми видами аллергии, вроде отёка квинки. При этом самые частые симптомы аллергии, они всем известны, это отёк слизистой носа, который приводит к заложенности носа, который приводит к аллергическому риниту, попросту говоря, к аллергическому насморку. Различная аллергическая сыпь на коже, в первую очередь она бывает на животе, на лице и на локтевых сгибах. Аллергическое воспаление и покраснение глаз, то есть аллергический конъюнктивит. Эти проявления аллергии всем известны, и обычно вопрос в плане диагностики они не вызывают. Однако, существуют совершенно неожиданные проявления аллергии, и даже врачи не всегда знают о том, что те болезни, о которых я вам сейчас расскажу, носят именно аллергический характер. Например, автозный стоматит, появление болезненных язвочек во рту и на языке. Вообще, автозный стоматит может возникать по самым разным причинам, его порой долго и безуспешно лечат, и мало кто догадывается о том, что автозный стоматит может быть проявлением банальной аллергии. Что ещё? Из-за аллергического отёка и стахива трубы может возникать чувство заложенности ушей и снижение слуха. А из-за отёка дыхательных путей может появляться одышка и напряжение в дыхании. Некоторые виды головной боли, ощущение, как будто передать такой ватности в голове, дурноты, разбитости, ощущение, как будто в голове что-то набухло, отекло. Вот такие симптомы могут быть тоже проявлением банальной аллергии. Экзема. Она обычно тяжело попадается в лечение, но мало кто знает о том, что экзема тоже может быть одним из проявлений аллергии. А вообще, как определить, вот эти заболевания, эти симптомы, которые я только что перечислил, они имеют аллергическую природу или какую-то другую? Всё очень просто. При наличии таких симптомов или заболеваний, о которых мы только что говорили, нужно 3-4 дня попринимать противоаллергические препараты и посмотреть, вот эти проявления болезни уменьшились или нет. Если эти проявления уменьшились или вообще исчезли, значит дело было в той самой банальной аллергии. Если же терапия не принесла какого-то успеха, нужно искать другую причину этих болезней. А теперь давайте плавно перейдём к лечению вообще аллергических заболеваний. Что предлагает современная медицина для борьбы с аллергией? Тут существует два основных подхода. Первый подход. При возникновении аллергии просто принимать противоаллергические препараты. И второй подход. Выявить аллерген. Для этого делают различные насечки. И после того, когда врачи выяснят, какое вещество провоцирует у вас аллергию, врачи рекомендуют избегать контакта с этим веществом. И плюс в некоторых случаях опять же принимать таблетки. Но мне оба этих подхода не очень нравятся. Нужно понимать, что недостаточно бороться с аллергией просто принимая таблетки. Или избегая контакта с аллергеном. Потому что если вы избегаете контакта с одним аллергеном, то не факт, что со временем у вас не появятся реакции на какие-то другие вещества. Вообще я хочу заметить, что по сути все эти проявления аллергии, сыпи, насморк, отёк или какие-то другие, это всего лишь симптомы. Это всего лишь верхушка айсберга. А устранять нужно, скажем так, основания для развития болезни. То есть нужно бить по причине возникновения аллергии. Надеюсь, вы понимаете, что таблетки – это аллергия, и это не лечение. Как только человек прекращает их принимать, болезнь возникает снова. А нам нужно сделать так, чтобы даже после того, как вы прекратите принимать эти препараты, аллергия к вам больше не возвращалась. А для этого нужно понимать, что такое аллергия и почему она возникает. Суть аллергии, если упрощённой, – это повышенная агрессивность иммунной системы. И при контакте с каким-то веществом иммунная система выдаёт неоправданную бурную реакцию. Почему это происходит? Здесь нужно задуматься. Не задаться, например, вопросом. А бывает ли аллергия у людей, живущих в первобытных условиях? Ну, например, у каких-то людей, живущих в Дельте Амазонки или в Африке. Американские учёные однажды выясняли этот вопрос и обнаружили, что у дикарей аллергии практически не бывает. По крайней мере, до тех пор, пока их не подвергнут воздействию цивилизации. Кстати, и у наших предков ещё 200-300 лет назад аллергия, видимо, встречалась гораздо реже. А вот начиная со второй половины 20 века, число людей, страдающих от аллергии, резко выросло. Почему это произошло? Первое, что приходит на ум, ухудшилась экология. Но это общие слова, а конкретнее. Вот парадокс. Возможно, дело в том, что люди стали более чистоплотными. И, конечно, с одной стороны, чистоплотность – это хорошо. Но при этом люди стали пользоваться различной химией. Мы стали чересчур активно пользоваться химическими моющими веществами для мытья посуды, для уборки помещений. А ещё стиральные порошки. И некоторые их сыпят, как в анекдоте, побольше, побольше. Плюс ещё шампуни и гели для душа. Многие люди сейчас моются гораздо чаще, чем наши с вами родители. Надо сказать, конечно, что были и тогда люди, которые мылись каждый день. Но в целом, ну, например, в деревнях, мыться каждый день, особенно с моющими средствами, возможности просто не было. В деревнях и баньку-то топили примерно раз в неделю. Или ещё помни из своего детства. Многие сельские люди посещали общественную баню. И тоже раз в неделю. А как они мылись в остальное время? Холодной водой споласкивались из ведра или из умывальника. Но главное, что в любом случае таким количеством моющих средств, как сейчас, люди раньше точно не пользовались. И, кроме того, вот эти средства были, как правило, натуральными. А сейчас, например, большинство людей моются два раза в день, до работы и после, используя при этом различные шампуни или гелии для душа с химическим составом. А ещё многие молодые мамы намывают своего ребёнка два-три раза в день, используя при этом какие-то детские шампуни тоже с химическим составом. А потом удивляются, от чего у ребёнка появляется аллергия. Многие из вас, наверное, сейчас возмутятся. Что теперь, совсем не мыться и ребёнка не мыть? Да нет, конечно, моетесь на здоровье, только при этом старайтесь пореже пользоваться различными химическими шампунями или гелями для мытья тела. И по возможности ищите в продаже натуральное мыло или шампуни. Это не значит, что на натуральные средства не бывает аллергии. Она, конечно, бывает, но в целом она всё-таки случается несколько реже. И ещё стиральными порошками пользуйтесь поаккуратнее. Сыпьте их при стирке совсем понемногу. В современной стиральной машине вещи отстирывают и так достаточно хорошо. Ну и, конечно, поменьше используйте различные моющие средства для мытья посуды. То есть их нужно капать совсем по чуть-чуть. То есть в целом постарайтесь ввести к минимуму контакт с бытовой химией. И теперь мы плавно переходим ко второй причине участившейся аллергии. Это развитие химической пищевой промышленности. То есть в еде резко увеличилось количество химии. Найти натуральную еду без химии сейчас практически нереально. Но давайте хотя бы постараемся исключить из питания самые вредные продукты. И тут, дорогие друзья, с вашего разрешения я буду зачитывать, чтобы ничего не пропустить. Итак, что нам нужно исключить из рациона? Ну, в первую очередь, это всякие чипсы, жевательные резинки, различные химические конфетки в пакетиках, ментосы, чупа-чупсы и тому подобное. По возможности при аллергии исключаем из питания консервы, полуфабрикаты, продаваемые в магазинах мясные копчености, беконы, грудинку, буженину, ветчину, карбонаты, корейку и тому подобное. Эти мясные изделия часто обильно шприцуют химией консервантами. Сосиски, сардельки, различные колбасы нужно вообще убрать со своего стола. Мало того, что там сплошная химия, так их вообще непонятно из чего делают. Кроме того, очень сильно шприцуют консервантами, красителями и усилительными вкуса соленую копченую рыбу. Ее при аллергии есть нужно тоже как можно реже. И, пожалуй, главное. Постарайтесь исключить из своего рациона вредные химические напитки, всякие колы, фанты, ненатуральные пакетированные соки. Самое важное, что все эти напитки еще и повышают уровень сахара в крови. И ухудшают работу поджелудочной железы. А это тоже может приводить к риску развития аллергии. На эту тему многие врачи со мной наверняка захотят поспорить. Но я не раз замечал, что у людей, у которых появляется высокий уровень сахара в крови или нарушается работа поджелудочной железы, аллергии случаются гораздо чаще. И при удачном лечении поджелудочной железы и при снижении уровня сахара аллергия, наоборот, часто сходит на нет. Чем здесь нужно лечиться? Как я уже сказал, нужно убрать из своего питания самые вредные продукты. А еще резко снизить количество употребляемого сладкого и сахара. Опять же, мы об этом уже сказали, выбираем из своего рациона самые вредные химические напитки. А вместо них пьем различные домашние морцы. Чай и кофе при аллергии тоже старайтесь пить поменьше, так как эти напитки возбуждают. А возбуждение нервной системы со своей стороны тоже может приводить к усилению аллергии. Что пить вместо чая или кофе? Лучше периодически пить напитки из ванчая, ромашки или из липового цвета. Эти напитки обладают мягким успокаивающим действием и легким противоаллергическим эффектом. Ну, кроме тех случаев, конечно, когда у человека на сами кетра возникает аллергия. Правда, к счастью, таких людей немного. А еще полезно делать наши упражнения для улучшения работы поджелудочной железы. И ссылка на эти упражнения будет дана под нашим сегодняшним роликом. Вообще, хочу сказать, что я еще не все причины развития аллергии у современных людей перечислил. Только основные. И нам к этой теме еще придется вернуться в одной из следующих передач. Потому что она очень большая, и охватить ее целиком в одной программе было трудно. Но сейчас, в конце этой программы, я хочу вам дать несколько не совсем стандартных советов по борьбе с аллергией. Я хочу вам рассказать о том, как постараться избавиться от необходимости каждый день пить противоаллергические таблетки. То есть, все эти способы не симптоматические, а именно лечебные. Способ первый. Врачи старой советской школы успешно лечили аллергию с помощью таблеток глюканата кальция. Глюканат кальция назначали при аллергии первым делом. Если у человека случилась аллергия, ему давали эти таблетки. При условии, что у человека нет к ним противопоказаний. То есть, дорогие друзья, если у вас случилась затяжная аллергия, или вы не хотите постоянно пить противоаллергические таблетки, вы можете попробовать воспользоваться кальций-глюканатом. Только сначала изучите инструкцию к этому препарату, чтобы выяснить, нет ли у вас противопоказаний. Если у вас нет противопоказаний, вы покупаете таблетки кальций-глюканат. Они стоят очень недорого, буквально 3 копейки. И принимаете их 2-3 недели. Очень часто после этого аллергия исчезает или сходит на нет довольно надолго. Если этот способ не помог, переходим к способу лечения аллергии номер 2. Отчищаем организм от аллергена с помощью энтеросорбентов. Что такое энтеросорбенты? Это вещества, которые чистят организм и в частности чистят кишечник. Самый известный и самый дешевый – это активированный уголь. Но сейчас есть препараты поэффективнее. Это полифипан, полисорб и энтеросгель. Вы покупаете любой из этих препаратов. И принимаете их в течение 3 дней. Вообще производитель не рекомендует их пить дольше, где-то 7-10 дней. Но я против, потому что при длительном приёме этих лекарств часто возникают запоры. То есть, ещё раз повторю, вы принимаете энтеросорбенты 3-4 дня. Потом делаете перерыв на 2-3 недели. А вот в перерыве между приёмами энтеросорбентов можно использовать лекарственные травы. Какие лекарственные травы помогают при аллергии? Если вы решите изучить этот вопрос по интернету, то выпадет целый огромный список различных лекарственных трав. Но на самом деле большинство из них не обладает противоаллергическим действием. Я рекомендую 2 лекарственных растения. Это тысячелистник или корни шлемника байкальского. Из тысячелистника обычно делают настой. Он действует побыстрее, чем шлемник байкальский. И принимать этот настой нужно в течение 3-х недель. Если настой тысячелистника вам не помогает, то, соответственно, переходите на шлемник байкальский. Из корней его делают настойку спиртовую или водочную. И вот эту настойку принимают довольно долго. 1-2 месяца. Но, кстати, чем хорош именно шлемник байкальский, он ещё в целом улучшает состояние иммунной системы. Как именно и в каких дозах использовать настой тысячелистника или настойку шлемника байкальского и как правильно пить интерсорбенты, об этом я расскажу в своей статье. А ссылка на эту статью будет дана под сегодняшним роликом. И это на сегодня всё, дорогие друзья. Я только хочу повториться, что к теме аллергии нам придётся вернуться в одну из следующих программ. Потому что тема эта большая, сложная, но чисто физически мы сюда не могли поместить сегодня всё. А мы с нашей стороны хотим вас попросить, дорогие друзья, чтобы вы под видео оставляли свои комментарии. Пишите, помогли вам наши советы или нет. Делитесь своими какими-то историями и результатами. И задавайте вопросы, потому что в одной из следующих программ, которой мы посвятим аллергии, мы постараемся на эти вопросы отвечать. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok